Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 июня, и запись производится в 14 часов 30 минут. Обстановка подается оперативная на 12 часов сегодняшнего дня, плюс события, которые произошли за время до начала записи. Но хочу начать с того, что сегодня такой круглый день, хотя и очень печальный. 100 дней войны, 100 дней, как я их называю, которые потрясли мир. 100 дней, которые изменили жизнь всего мирового сообщества в дальнейшем. И меня, и продолжает менять. Потому что так, как было до войны, уже не будет никогда. Поэтому строим новый мировой порядок, нашими руками строим новый мировой порядок, создаем новую систему, основу для новой системы международной безопасности. Как она будет выглядеть, пока сказать очень тяжело. Но то, что это все поменяется, это уже не вызывает сомнений ни у кого на сегодняшний день. Итак, оперативная обстановка. Из оперативной обстановки хочу обратить внимание только на два направления, где есть более-менее активность. На всех остальных направлениях ситуация более-менее стабилизированная. Фронт стоит без изменений. Ситуация без изменений. То есть продолжаются обстрелы, нанесения взаимных огневых ударов. Позиции сторон не меняются. За исключением двух направлений. Северодонецк и Херсон. Начнем с Северодонецка. На Северодонецком направлении Российская Федерация продолжает уличные бои, продолжает атакующие действия в самом городе Северодонецке. Мы произвели несколько контратак. То есть районы города и некоторые улицы переходят из рук в руки. То есть ситуация меняется. Но тем не менее мы продолжаем удерживать часть города и наносить огневое поражение противнику в ходе ведения оборонительных боев. Проводя небольшие местные контратаки и возвращая под свой контроль некоторые улицы и кварталы города Северодонецка. Других движений. Есть наступательные действия на Донецком направлении. Имеется ввиду атаки наших позиций в районе Авдеевки, в районе Марьинки. Но на сегодняшний день противник успеха не имеет. То же самое происходит в районе Лимана. Противник успеха не имеет и в районе Изюма. Российские войска пытаются перегруппировать свои силы для того, чтобы сосредоточить некоторое количество войск в районе Лимана с последующей целью развить наступление на Лисичанск или на Попасную с целью перерезания трассы Лисичанск-Бахмут. Мы их со стороны Попасной отодвинули. Камешеваха наша. И бои идут вокруг Камешевахи. Но вернуть ее под свой контроль противник не может. Соответственно не может продвинуться в сторону трассы Лисичанск-Бахмут. Тем самым наша группировка в Северодонецке и Лисичанске продолжает вести активные боевые действия по сдерживанию и уничтожению российских войск и имеет довольно стабильное снабжение на сегодняшний день. Ну и второе направление, на котором есть какие-то изменения и которое более активное на сегодняшний день это Херсонское направление. Мы расширяем плацдарм на реке Ингулец на ее левом берегу продвижение вперед не осуществляем. Российские войска пытаются перекинуть часть сил с Криворожского и с Херсонского направления для того, чтобы сдержать наши войска и попытаться отбить те позиции, которые они потеряли в результате наших контрнаступательных действий на этом направлении. Но пока все попытки противника безуспешны. Он несет потери и откатывается на исходные рубежи. Вот это единственное изменение в боевой обстановке на сегодняшний день. Дальше хочу обратить внимание на север. Там продолжаются обстрелы. В Сумская, Черниговская и часть Харьковской области продолжаются обстрелы. Также частично возобновились обстрелы нашей территории с помощью ракет. Черноморский флот опять продолжает наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры, пытаясь помешать или сорвать для нас поставки вооружения от наших западных партнеров. Вот это основные новости. В остальном обстановка осталась прежняя, не претерпела никаких изменений. Поэтому основное усилие сегодня, или основное внимание сегодня, обратим на ответы на ваши вопросы. Итак, начинаем. Очень хороший вопрос. Являются ли наемниками, а значит военными преступниками, добровольцы в составе вооруженных сил Украины, как, например, иностранный легион или свобода России? Также был вопрос, сюда же хочу объединить на мое разъяснение по поводу того, что белорусы воюют в составе вооруженных сил Российской Федерации. Я немножко уточню. Белорусские военнослужащие воюют не в составе вооруженных сил, а они воюют под флагом вооруженных сил Российской Федерации. В Российской Федерации нет законодательства, которое позволяет иностранным гражданам проходить службу в рядах вооруженных сил России. Что касается иностранцев, которые воюют в составе интернационального легиона, так по закону правильно звучит название того формирования для иностранцев, которое создано в рядах вооруженных сил Украины. И оно урегулировано законом Украины, разрешающим служить гражданам иностранных государств в вооруженных силах Украины на основании контракта. Поэтому все, кто приехал к нам, подписал контракт с вооруженными силами Украины, они являются комбатантами, они являются военнослужащими вооруженных сил Украины, и на них распространяются все международные правила и нормы ведения войны. То есть они ни в коем случае не являются военными преступниками. Далее. Объясните, пожалуйста, как для жителя приграничной зоны, как понимать, что белорусы накапливают силы на нашей границе и при этом минируют дороги из сводки Генштаба. Дело в том, что, да, действительно, с одной стороны мы говорим о вероятности вторжения белорусской армии на нашу территорию, что она иногда возрастает, иногда ослабляется. В общем, мы считаем, что где-то ситуация 50 на 50 в плане вторгнется ли белорусская армия. Но при этом белорусская армия проводит активные оборонительные мероприятия, то есть построение системы обороны. Она оборудует в инженерном отношении свою границу на своей территории, ставит минные поля. Как бы нелогично звучит. Если вы собираетесь с этим наступление, зачем вы готовитесь к обороне? Так вот, эти мероприятия проводятся самопровозглашенным руководителем Белоруссии Лукашенко в парадигме того, что он пытается объяснить белорусскому обществу и Российской Федерации, что якобы Украина не сегодня-завтра с минуты на минуту нападет на Беларусь. Вспомните его знаменитая фраза, которая стала мемом в интернете, когда я сейчас покажу, откуда должен был быть нанесен удар по территории Белоруссии, и только вот наш превентивный удар опережающий, там, опередил на 6 часов и так далее. Так вот, это вот все из той же самой песни, из той же самой истории. То есть, белорусское руководство Белоруссии, Республики Белоруссии, старается показать своему обществу, что они готовятся к обороне, а они готовятся к наступлению. И что угроза настолько высока, что пока что вопрос об атаке не идет. Это рассказы для Путина и это рассказы для белорусского общества. Поэтому, ну, я бы сказал, в данном случае, вот, все эти учения по внезапной проверке боевой готовности войск, все эти переброски, кстати, это все за деньги налогоплательщиков, это все за деньги белорусов, которые платят налоги в бюджет государства. Потому что это государственные институции, армия, и все ее перевозки, перемещения, это все делается за деньги обычного рядового белоруса, который платит налоги в государственную казну. Все это направлено на то, чтобы показать, что мы вот готовимся к войне, но мы еще чуть-чуть не готовы. Еще надо одно учение провести, еще надо перебросить войска с одного конца Белоруссии в другой. А на самом деле это просто прожигаются деньги бюджета, которые потом скажутся на экономическом состоянии всей страны в целом и уровне жизни каждого гражданина Республики Беларусь. Скажите, пожалуйста, имеет ли Россия возможность отслеживания поставок нам вооружения с помощью своих спутников? Какова в этом опасность для нас? Вряд ли Россия может отслеживать в режиме онлайн с помощью своих спутников. Насколько я знаю, проводились несколько лет назад, проводились учения в воздушно-космических сил России и артиллерии ракетных, точнее, ракетных войск, сухопутных войск по нанесению удара с помощью космической разведки. Так вот, по итогам учения, скорость принятия, точнее, обработка и скорость принятия решения составили порядка 5 или 6 часов. То есть, с момента засечки спутником и производства фотоаэросъемки и передачи этого снимка, определения координат цели и нанесения удара ракетными войсками сухопутных войск прошло вот такое время. То есть, в режиме онлайн российская система ГЛОНАСС разведывательных спутников, она работать не может на сегодняшний день. Иначе бы они уже имели довольно много другой разведывательной информации. Каким способом можно привлечь к ответственности за военные преступления, убийства, гражданских, пытки, насилия и грабеж тех военных, которые вернулись домой в Россию и не будут выезжать за ее территорию? К сожалению, такого механизма не существует. Если Россия, как государство, после военного трибунала не признает решение этого трибунала, то да, действительно, достать этих людей будет невозможно. Но страны, которые поддержат решение трибунала об осуждении этих людей, будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не признает результаты трибунала. И по требованию решения этого трибунала не выдаст всех военных преступников. Причем эти санкции будут не только экономические или финансовые, эти будут санкции касаться, допустим, имущества Российской Федерации за пределами России. Допустим, если судно под российским флагом войдет в какой-либо порт страны, которая поддерживает решение трибунала, это судно будет арестовано. Если есть недвижимость страны, государства Россия на территории государств, поддержавших решение трибунала, это имущество будет арестовано. До тех пор, пока Россия, то же самое с самолетами, машинами и другим движимым или недвижимым имуществом. Плюс экономические и финансовые санкции. До тех пор, пока Россия не согласится выполнить решение трибунала, а именно выдать там военных преступников и признать там свою вину, выплатить репарации и компенсации за нанесенный ущерб нам, как стране, пострадавшей от российской военной агрессии. Вопрос. Запрашивает ли Украина поставки дальнобойных снайперских винтовок в ближнем бою в позиционной фазе для носения потерь противников в живой силе, на мой взгляд, они способны нанести большой урон. Больший урон, чем артиллерия. Ну и дальше тут расписывается про роль и место дальнобойных винтовок. У нас есть снайперские винтовки, нам они поставляются, причем поставляются уже давно, с момента начала поставки. Еще, по-моему, с 2015 года, когда начались западные поставки вооружения для вооруженных сил Украины, они всегда включали в себя сначала небольшие партии, потом достаточные партии, в том числе и снайперских винтовок, в том числе и снайперских винтовок большого калибра, имеется в виду калибра 12,7 мм. Поэтому они есть, они в достаточном количестве, и я не сомневаюсь, что они применяются вооруженными силами Украины в ходе ведения боевых действий. Расскажите, что будет с Гуляйполем, да и с Запорожской областью? Какое впечатление, такое впечатление, что нас сдали. Мы простые люди, мы никому не нужны, мы потеряли все, нам больно за свои города. Насколько я знаю, вроде как Гуляйполе на сегодняшний день находится под нашим контролем. Поэтому никто никого не сдавал, и никто никого сдавать не собирается. То, что мы потеряли часть территории в результате введения боевых действий с превосходящими силами противника, а именно с вооруженными силами России, то это еще не говорит, что кто-то кого-то бросил. Мы усиленно готовимся, и мы постоянно говорим о контрнаступательной операции, об освобождении наших территорий, о том, что территория будет освобождена до границ 1991 года. Об этом говорят даже наши партнеры, которые поставляют нам вооружение. И вооружение поставляется именно на этих условиях, что мы будем воевать за свою территорию, что мы будем ее отвоевывать. Поэтому никто никого не сдавал, никто никого не бросал, и вооруженные силы Украины все равно придут на оккупированную часть территории и освободят ее от российских оккупантов. Так что просто надо набраться терпения. Не все можно сделать сегодня и сейчас. Существует ли климатическое оружие в Российской Федерации? Если да, то какого вида оно бывает? Климатического оружия не существует в мире. Это запомните раз и навсегда. Сейсмического, климатического оружия не существует в мире. Если бы хотя бы одна страна в мире смогла создать такое оружие, эта страна стала бы мировым гегемоном. Она бы покорила весь мир и угрожала всему миру применением климатического или сейсмического вооружения. Идут споры ученых, много есть теорий, много есть мифов об этом, о каких-то там искусственных землетрясениях, об искусственных климатических аномалиях. Но поверьте, это все матушка природа. Ничего пока человек с природными явлениями сделать не может. А и тем более управлять этими явлениями на сегодняшний день не может. И это, в принципе, слава Богу. Еще раз повторюсь, страна, которая бы могла обладать климатическим или сейсмическим оружием, на сегодняшний день стала бы страной-гегемоном на всей планете Земля. СМИ пишут, что Россия прикрывает военные корабли гражданскими судами с отключенными транспордерами. Они могут обстреливать Украину калибрами, а в ответ их поразить сложно. Могут ли противокорабельные ракеты «Гарпун» стрелять по ним в этом случае? Или ракета обязательно попадет в гражданское судно, так как ракета наводится по радиоотражению от металла? Не всегда по радиоотражению от металла. Она корректируется по отражающей способности судна, но наводится она по координатам. А также она может наводиться с помощью средств аэро- и спутниковой разведки. То есть там вариантов навести высокоточную ракету, крылатую ракету, которая может менять траекторию, которая летит практически как самолет, огибая рельеф местности или поверхность Земли. Поэтому абсолютно никакой проблемы не составляет выбрать из числа нескольких судов именно то судно, или именно тот корабль, который есть военный. Да, действительно, это правда, Российская Федерация и даже на море прикрывается гражданскими судами. И они выходят в район пуска в ракет и выводят туда несколько гражданских судов, для того, чтобы нельзя было отличить, где какие суда. Российская Федерация закрасила бортовые номера и названия своих кораблей. Они полностью на сегодняшний день обезличили свой Черноморский флот, для того, чтобы нельзя было определить, какое именно судно. Есть несколько однотипных судов, и они внешне практически не отличаются. И они для этого и обезличили их, для того, чтобы нельзя было определить, кто из судов наносит ракетный удар, на кого именно возложить вину за тот или иной ракетный удар. Они всегда работают из-под тяжка, они всегда прикрываются гражданскими. Ну, в этом, видимо, сила российской армии. Стоять за спиной гражданских и прятаться за спинами или за гражданскими судами во время ведения боевых действий. В начале войны Зеленский призвал всех украинцев, кто служит в иностранных легионах, типа французский легион, вернуться в Украину. Есть ли информация, как много таких было и сколько процентов из них вернулись? И если нет, то почему? И есть ли у нас рычаги для их возврата? Смотрите, дело в том, что, допустим, во-первых, такая информация есть, но нету статистики, сколько в процентном отношении или сколько в количественном отношении людей вернулось в Украину. Но я знаю точно, что, допустим, французский иностранный легион, который здесь вспоминается, предоставил отпуска, бессрочные отпуска для граждан Украины, служащих в легионе, чтобы они могли вернуться в Украину и выполнить свой долг по защите нашего государства. И такие случаи есть, и они не одинокие. В других, если в других случаях, в других подразделениях, к сожалению, такой статистики, еще раз повторюсь, статистических данных таких, к сожалению, на сегодняшний день нет. Но такой призыв был, руководство французского легиона условия для таких действий создало, и прецеденты такие, что люди возвращались и воюют в составе вооруженных сил Украины, они действительно есть. Если человек по окончании военной кафедры в ВУЗе получил звание и специальность, то могут ли при мобилизации отправить на другую специальность должность и звание? Да, вполне могут. Если будет необходимость призвать этого человека, и его специальность не будет совпадать с той, которая необходима сегодня вооруженным силам Украины, он будет направлен в учебное подразделение, где его обучат новой военно-учетной специальности. И он станет в строй уже по новому ВУЗу. Поэтому это абсолютно не является проблемой. Потому что одних людей с одной специальностью может быть много, а с другой специальностью она может быть дефицитной, ее может не хватать. Вопрос. Что мы, как Украина, будем делать осенью-зимой с газовыми поставками? Закупать у Европы, у которой саму на себя не хватает, или по ЗРАДе покупать у Российской Федерации? Смотрите, я думаю так, что газовые поставки сейчас все, и мы в том числе решаем вопросы диверсификации газовых поставок. На сегодняшний день. И запасаются теми поставками, которые сегодня идут через нашу территорию частично, а частично через Северный поток-1 из Российской Федерации. Контракты никто не отменял. У нас прямого контракта с Российской Федерацией по поставкам газа нет. Мы покупаем газ у Европы. Чей он по происхождению? Ну пока мы понимаем, догадываемся, что это российский газ в реверсной поставке нам. Но для нас важно на сегодняшний день, что газ по документам является не российским, а европейских компаний. Возможно, к концу года будет решен вопрос о поставках газа через ЛНЖ-терминалы из тех же Соединенных Штатов, из того же Катара или других стран-поставщиков. Поэтому не факт, что мы останемся на поставках газа из Российской Федерации через европейский реверс. То, что Европа останется на российском газе, в этом даже можете не сомневаться. Потому что седьмой пакет санкций, шестой, кстати, пакет санкций согласовали, и об этом можно уже говорить, он принят, не согласовали, а он принят Европейским Союзом. Но вопрос седьмого пакета санкций, в котором прописана эмбарго на поставки российского газа, к сожалению, сегодня Европа не готова обсуждать. Поэтому они остаются на российском газе. У нас, как такового, российского газа нет. Ну, я не вижу в этом пока большой зрады, как пишет автор вопроса. Почему? Потому что мы не можем пока разработать, точнее, начать разработки своего газа, а у нас его очень много, сланцевого. Там идет сейчас война, самая ожесточенная, кстати. Возможно, в том числе и за этот же сланцевый газ со стороны Российской Федерации. Вот. Но контракты на поставку газа, я думаю, будут правительством пересмотрены. И, может быть, мы к концу года получим абсолютно новые контракты на поставку газа из других стран мира. Скажите, пожалуйста, ну вот догнали их до границы. Что дальше? Ведь они могут вернуться или продолжить обстрел со своей территории. Здесь дальше два варианта. Первый вариант. Мы продолжаем перманентную войну, то есть артиллерийская дуэль через границу. Но при этом мы имеем полное право, как страна-член ООН, требовать от ООН миротворческого контингента. И в данном случае миротворческий контингент может выполнить в Украине операцию по разделению противоборствующих сторон. Есть такой вид миротворческой операции для войск ООН, для голубых касок. В этом случае они становятся на линии границы и являются разграничивающей. То есть каждый стреляющий друг в друга противник, получается, что в первую очередь стреляет в солдата ООН. Что по меркам ООН является недопустимым. И против этой страны будут приняты самые жесткие секторальные санкции. Такая ситуация, кстати, сегодня происходит с 1974 года на Северном Кипре. Там войска ООН стоят между двумя противоборствующими сторонами. Вот такой вариант возможен дипломатического или политического урегулирования этой войны. Возможен вариант, что будет перманентный конфликт. То есть мы будем обмениться огневыми ударами и война вдоль границы будет продолжаться фактически бесконечно долго. Пока в России не сменится политическое руководство и не сменится политический курс. И мы не сможем достигнуть какой-то договоренности с Российской Федерацией. Но не забывайте, что выход на границу 1991 года будет означать полный военный разгром армии России на территории Украины. И я не думаю, что в России останутся какие-то политические силы, которые будут способны еще продолжать войну. Это, кстати, может вызвать социальный взрыв в российском обществе. И который в том числе может привести к смене политического руководства. Так что, выйдя на границу 1991 года, у нас есть большие шансы закончить эту войну. Именно закончить эту войну. Как мы будем жить дальше, это уже покажет время и политическая ситуация с нашим соседом. И в мире, точнее или в регионе, имеется в виду, европейском континенте в целом. Как вы относитесь к введению боевых действий в ночное время при наличии приборов? Через 2-3 дня атакующих действий противник будет сломлен отсутствием отдыха и сна. Для того, чтобы я очень позитивно отношусь к введению боевых действий в ночное время. Если есть такое преимущество в наличии приборов ночного видения, то, конечно же, надо боевые действия ввести. Но, вы не забывайте, что мы же тоже не спим, когда ведем ночные боевые действия. Поэтому, для того, чтобы их организовать, нужна ротация личного состава. Кто спит днем, а воюет ночью. А кто спит ночью, а воюет днем. Поэтому, тут надо посмотреть на возможности вооруженных сил Украины по организации круглосуточных боевых действий. Ну, думаю, что таковые есть. И обязательно ведутся, если есть техническая возможность по их организации. Надо защищать эти ракетные системы. И как это будет осуществляться? Германия, вроде, обещала системы ПВО. Как с этим обстоят дела? Ведь без ПВО все эти РСЗО будут уничтожены ракетами. Ну, во-первых, да, конечно же, защищать эти системы надо. Это раз. Второе. Ну, то, что обещала Германия, это вилами по воде писано. Мы опять видим увиливание Германии. Или создание условий, когда обещанное вооружение может прийти к нам после окончания войны. Ну, например, как с системами ПВО, которые здесь упоминаются. Германия уточнила, что они готовы поставить нам системы ПВО. Но те, которые производят завод. То есть не со складов готовые, не с состава Бундесвера действующие, а именно те, которые производят завод. Завод производит где-то примерно два комплекса в год. Вот посчитайте, когда, дай бог, к концу года получить хотя бы два комплекса ПВО от Германии. Тем более это ПВО среднего радиуса действия. Дальность действия 37 километров. Ну, до 40 километров, будем так говорить. Вот, поэтому, ну, их эффективность, если, как бы, в боевых условиях, ну, может быть, может быть, она и поможет. Ну, еще раз повторюсь, сроки поставки просто катастрофические, как для нас. Что же касается тех РСЗО, которые могут быть уничтожены ракетным вооружением, то вопрос же маневренности. Не забывайте, что никто не будет стоять на огневых позициях длительное время. Выехали, развернулись, ударили, свернулись, уехали. Все. Какая ракета успеет сегодня отработать такую цель? Ее надо обнаружить, надо ее обработать и надо нанести по ней ракетный удар. Найти дежурные силы и средства, которые будут готовы в кратчайшее время нанести ракетный удар по этой цели. Кстати, ракета, даже ракета точка У на максимальную дальность, там, 100-120 километров летит, там, 4-5 минут. За это время все уже давным-давно уедут. Нет смысла. Единственный способ это артиллерия. Но дальность артиллерии не позволяет достать стартовые позиции этих, или огневые позиции этих РСЗО. Я имею ввиду, российская артиллерия не может достать. Или не успевает отреагировать по времени. Так что, живучесть этих комплексов, она очень высокая. Поэтому российское командование, поэтому российское политическое руководство так сильно нервничает, или так сильно переживает, что нам поставляют такие реактивные системы залпового огня. В условиях поставок Ленд-Лиза и Химарс украинцы явно начнут получать перевес, чему я очень рад. Но существует ли вероятность и возможность того, что Российская Федерация пойдет во все тяжкие и начнет применять термобарические снаряды везде и всюду? Радиус поражения до 500 метров вроде бы. Есть ли способ это предотвратить? Давайте так. Российская Федерация практически с первого дня войны применяет термобарические боеприпасы. Или в простонародье, чтобы все понимали, это боеприпасы объемного взрыва. Вакуумные боеприпасы их еще называют. Объемно-детонирующие. Они их применяют. То есть вот эти тактические огневые системы, типа Санцепек, типа Буратино, типа Тосочка, они уже все есть в Украине, они все применяются. Первое было, по-моему, возле Ахтырки применение. Ну и дальше пошло-поехало. Сейчас в районе Попасной, в районе Северодонецка, они тоже применялись. Но дело в том, что эти системы имеют пока еще малый радиус применения. Первые термобарические боеприпасы были с дальностью 3600, потом увеличены до 6000, потом до 10. И сегодня самая большая Тосочка, это ТОС-2, тяжелая огнеметная система, может производить пуски или стрельбу своими боеприпасами на дальность до 15 километров. Количество этих средств ограничено применение, то есть они не получили массового серийного производства и распространения в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Их довольно мало, там они буквально несколько десятков. И они ввиду такой малой дальности вынуждены находиться практически за боевыми порядками наступающих войск или просто войск Российской Федерации. Что дает нам большие возможности в плане их уничтожения даже просто нашей артиллерии. Что мы и делаем постоянно, стараясь найти их в боевых порядках и уничтожить как первоочередные цели. Поэтому, а говорить о том, что они представляют угрозу для РСЗВ, которые нам передают, имеется ввиду Химарс, Хаймарс, о которых здесь говорится в вопросе, то для них они вообще недосягаемы по дальности стрельбы боеприпасами термобарическим или объемно детонирующего взрыва. Вопрос. США боятся предоставить Украине дальнобойные системы на 300 километров. Подскажите, пожалуйста, может ли Украина закупить такое оружие, например, у Австралии или другой страны, не члена НАТО? Деньги Украина может взять в кредит или же приобрести за 40 миллионов миллиардов долларов от США. Да. Смотрите, вопрос вот в чем. Имеется ввиду, до 300 километров это на сегодняшний день единственный тип вооружения, это МЛРС или Химарс, Хаймарс, которые нам вот уже начинают предоставлять. Это оперативно-тактическая ракета, которая входит в боекомплект этих реактивных систем залпового огня. У нее дальность до 300 километров. На сегодняшний день очень много было полемики вокруг этих поставок, дадут, не дадут, будут давать, не будут давать. В конечном итоге, скажу так, что дадут, и в том числе оперативно-тактические ракеты до 300 километров. Точку в этих спорах и в этой полемике среди политиков и средств массовой информации поставила посол Соединенных Штатов в Украине, которая заявила вчера, заявила о том, что мы предоставляем Украине системы, реактивные системы залпового огня, а куда и на какую дальность стрелять, это будет определять военное и политическое руководство Украины. То есть, на наше усмотрение. Это говорит о том, что в комплекте будут и ракеты оперативно-тактические. Единственное ограничение, которое на сегодняшний день существует для применения этих ракет в составе комплексов, это просьба президента Соединенных Штатов Джо Байдена и обещание, как ответ на эту просьбу президента Украины Владимира Зелецкого, о том, что пока что мы эти ракеты не будем применять для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Ну, не только этих ракет, но вообще комплексов РСЗВ, Хаймарс или МЛРС не будем применять для ударов по территории России. Но при этом я напомню, что и Соединенные Штаты, и другие наши партнеры, и в принципе практически все страны, члены Организации Объединенных Наций, Крым считает территорией Украины. Крым незаконно аннексирован Российской Федерацией. Поэтому Крым это Украина, и это наша территория, и мы имеем полное право наносить удары по нашей территории с целью ее освобождения от российских оккупантов. Поэтому тут не может быть двойного трактования, и наконец-то ситуация с поставками, и что поставят, и в каком комплекте поставят, разрешилась. В ближайшие дни, я так понимаю, мы получим первые установки реактивных систем залпового огня, а в последующем мы получим уже основную часть этих установок уже в рамках поставок вооружения по схеме Ленд-Лиз. Осветите, пожалуйста, подробно тему острова Змеиной. Там установили ПВО. Могут ли Российская Федерация обстреливать дорогу из Рыни, граница с Молдовой и Румынией, на Одессу? На сегодняшний день, ну система ПВО это не ударная система. Она может применять, это оборонительная система, она может применяться только по воздушным целям. У систем ПВО ракеты идут класса земля-воздух. Они не поражают цели на поверхности земли. Поэтому никаких ударов, пока там не размещены ракетные системы, допустим, Искандер, или, допустим, ракетная система Точка-У или реактивная система залпового огня типа СМЕРЧ, до тех пор говорить о том, что Россия может с острова Змеиной наносить какие-то огневые удары по нашей территории. Насколько я понимаю, там Точка-У даже не достает, СМЕРЧ точно не достанет, Точка-У тоже, по-моему, там чуть-чуть захватывает Бессарабии. Но, как бы, там таких систем нет. Я так думаю, что именно возможность того, что мы можем нанести огневой удар по острову Змеиной, Российская Федерация, и не располагает там ударные системы, в том числе и ракетные системы. Поэтому остров Змеиной пока остается, к сожалению, под контролем Российской Федерации, и да, там размещены системы ПВО. Но сегодня, вот хочу еще уточнить, сегодня система ПВО на острове Змеиной уже не играет той роли, которую, допустим, они играли еще две недели назад, или, допустим, пока был на плаву крейсер Москва. Почему? Потому что сегодня у нас есть ракетный комплекс «Гарпун», и на всю дальность поражения ракетным комплексом «Гарпун», российская эскадра не может подойти к нашему побережью. Поэтому, стоят там системы ПВО России на острове Змеиной, не стоят там системы ПВО Российской Федерации, нам теперь уже все равно. Все равно эскадра подойти к нашему побережью, ближе к дальности, досягаемости ракетного комплекса «Гарпун», не может. Какие у вас взаимоотношения с однокашниками? Наверняка, ведь часть из них осталась служить, служит в российской армии. Да, к сожалению, такая ситуация действительно есть. Ну, даже скажу больше, не только однокашники. У меня родной брат живет в Подмосковье, он на пенсии, но он бывший военный, военнослужащий вооруженных сил России. После войны 14-го года отношения практически не поддерживаются из-за разности политических взглядов. Я его называю «путинский сокол», он верит в Путина и предан ему всей душой. Насколько я понимаю, он меня считает проамериканским и человеком с промытыми американцами мозгами. Так что, вот видите, все мои взгляды, это, оказывается, промытые у меня мозги представителями или сторонниками Соединенных Штатов. Вот такие разногласия, мы не общаемся. И уже довольно длительное время. Что касается других сослуживцев по службе, есть еще те, кто находится в строю, и сегодня воюет, воюет, реально воюет, принимает участие в боевых действиях, но, правда, на уровне, с учетом возраста и выслуги, уже на уровне генералитета и в лампасах. Это такие есть. Есть такие, которые уволены, и даже была попытка в первые дни войны, была попытка позвонить мне с помощью, посредством интернета. Очень интересовало, где находится наша артиллерия. Зазвали даже такой, как у вас там ситуация, а что там наша, ну, имелась в виду артиллерия, вооруженных сил Украины. Ну, я был сразу же, этот человек послан туда же, куда был послан российский военный корабль. Вот. И на этом все связи были прекращены. Никаких больше попыток не было. Ну, реально, да, есть люди, которых, вот я знаю, которые даже принимают участие в командном составе группировки российских войск, воюющих здесь у нас, в Украине. Ну, вот вопрос, а какой статус у бойцов полка Калиновского? Это про белорусов. Я уже объяснил разницу в статусе, что они являются военнослужащими вооруженных сил Украины, они комбатанты, и на них распространяется все международное право, которое их защищает, в том числе и Женевская конвенция по защите прав военнослужащих на войне. Вот. Поэтому тут никакой зрады, никакого, никаких, как бы, военных преступлений нет. Белорусы, которые воюют в составе вместе с российскими войсками, я уточнил свою фразу, они воюют вместе с российскими войсками в чужой форме, воюют по найму. Вот они являются военными преступниками. Это про тех, которых я рассказывал на запорожском направлении. Поднималась и мусолилась тема, нам бы F-16 или F-35. А что скажете по поводу бородавочника? Он живуч как черт, дешевле в эксплуатации, функции поддержки с воздуха его предназначения. Или он слишком устарел, во всем проигрывает, будет легкой мишенью. Давайте объясним, что такое бородавочник. Бородавочник это самолет А-10, штурмовик американский, очень известный, который, по-моему, состоит на вооружении еще со времен Вьетнамской войны. ПЗС очень хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях, именно как штурмовая авиация. На сегодняшний день до сих пор стоит на вооружении армии Соединенных Штатов. Претерпел неоднократные... Он, кстати, не устарел, сразу скажу, почему? Потому что претерпевал модернизацию вместе с другими самолетами. Причем как в авионике, то есть в электронном оборудовании самого самолета, то есть в современной войне, он вполне может применяться и не быть легкой мишенью для систем ПВО противника. Так и в системах управления огнем, вооружении, и в системах самих вооружений, которые применяются на этом самолете. Я не знаю, правда, историю, почему ему дали прозвище Бородавочник, это американские солдаты, так его прозвали. Но, тем не менее. Вопрос в том, что Соединенные Штаты пока что, насколько я понимаю, не готовы нам передавать авиацию. Вспомните ту же историю с МиГ-29 польскими, которая поднималась в первые недели войны, когда мы очень просили дать нам более-менее современную и модернизированную авиацию. Почему? Потому что авиация, которая была, несмотря на то, что это МиГ-29, старые советские, они тоже прошли модернизацию западными комплектующими. Они тоже адаптированы для введения боевых действий в условиях современной войны, в условиях современных систем ПВО и РЭП, которые применяются против авиации. Но на пока вопрос предоставления нам авиации, видимо, не созрел. И на сегодняшний день, на повестке дня, к сожалению, уже пока что не стоит. Надеюсь, что вернемся к этому и, возможно, мы что-то получим, может быть, в рамках Ленд-Лиза от наших американских партнеров. Стоит ли в будущем переходить на вооружение беспилотниками? По сравнению с истребителями, они дешевле. Можно пару десятков противопоставить. Более удобны против ПВО. Пару потраченных беспилотников против ПВО дешевле той же ПВО системы. Вопрос перехода на беспилотники надо рассматривать шире. Это вопрос перехода на роботы. Ведь беспилотник — это тот же летающий робот, который помогает той или иной армии мира вести дистанционную войну. Вообще война переходит в дистанционный режим. Дальнобойные средства. Посмотрите, артиллерия гонится за дальностью. Уже есть система, которая стреляет на 50, на 60, на 80 километров. И это обеспечивает безопасность своих вооруженных сил в ходе ведения боевых действий. То есть огневое поражение противника может наноситься на больших дистанциях, на удалении. И вот эти симбиозы того же, допустим, беспилотника и симбиозы тех же, допустим, тех же средств огневого поражения с большой дальностью, вот это и будет армия будущего. Это война четвертого поколения, когда пехота выполняет уже меньшую нагрузку, в том плане, что пехота уже выполняет в основном зачистку территорий, которая была обработана с огневыми средствами дистанционного действия. Беспилотники могут заменить авиацию в будущем, пилотируемую я имею в виду. Сегодня разрабатывается роботизированные платформы, на которые ставятся различные вооружения, они могут помогать пехоте. И сегодня уже даже стоит вопрос разработки, и некоторые страны это делают, разработки беспилотного танка. То есть он без экипажа будет выполнять боевые задачи. Ну, про артиллерию, ракетные войска я вам сказал. Это основа огневого поражения противника. Война вообще, точнее армии, нет, война, принципы ведения войны движутся к бесконтактному бою. Поэтому мы можем это с вами наблюдать, будем, точнее, это с вами наблюдать в ближайшие там 5, 10, 15 или 20 лет. Как работать с населением-коллаборантами после освобождения населенных пунктов? Они сдавали наши позиции, передавали, корректировали огонь, плевали в спину. Что делать? Этот нарыв всегда будет угрожать изнутри и давать повод России опять идти войной. Предателей, думаю, искать, судить. Предателей, думаю, искать, судить и так далее? Да, конечно. Мы, кстати, именно для этого в первые же дни войны был принят закон о коллаборации, который четко прописывает уголовную ответственность граждан за переход или сотрудничество с оккупационными властями, сотрудничество вообще с оккупантами. Каждый человек должен четко понимать, что помощь врагу не останется безнаказанной. Почему? Потому что в этом состоит единство нации. Мы либо сражаемся, либо мы сдаемся. Если среди нас есть предатели, то их надо искоренять. И этого не может быть. Нельзя, чтобы один борется, или 10 человек борются за независимость страны, за ее суверенитет и территориальную целостность, а один идет и сдает этих 10 человек. Нет, такого не будет. Каждый будет наказан, каждый будет... Это работа, кстати, для... После освобождения это работа для контрразведки, это работа для прокуратуры, это работа для правоохранительной системы. Каждый из граждан, который стал коллаборантом, который вступил в сговор и в содействие, оказывает содействие оккупационным властям, оккупационной армии, должен понимать, что он будет выявлен, и он будет наказан. Без этого, в том числе и без этого, достигнуть победы будет невозможно. Либо мы единая нация, либо мы не существуем как нация. Ну что, на этом, наверное, сегодняшний выпуск будем заканчивать. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо за вашу подписку, спасибо за ваши лайки. Ставьте их, подписывайтесь на мой канал, распространяйте ссылки на это видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто помогает. Благодаря вашей помощи канал существует, я могу записывать эти видео. Еще раз напомню, что сегодня довольно такая печальная дата, 100 дней войны, война продолжается. К сожалению, пока что на горизонте мы не видим более-менее контура в окончании этой войны. Борьба предстоит, довольно тяжелая. И главное, еще впереди. Контрнаступление, освобождение наших территорий еще впереди. Верим в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. До новых встреч. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...